Здравствуйте! В эфире программа «Наша тема» в студии Александра Платонова. Сегодня у меня в гостях руководитель регионального штаба, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Игорь Филиппов. Игорь, привет! Добрый день! Игорь, ну вот давай сначала с тобой знакомиться. Расскажи, пожалуйста, немножечко о себе. Как ты попал в это движение вообще? Я так понимаю, ты медик, да? Да, да. Медик я в 2019 году закончил медицинский факультет Чувашского государственного университета. Вообще добровольчество меня давно интересовало. Я давно хотел в эту тему попасть. И на втором курсе стал волонтёром командного чемпионата Европы по лёгкой атлетике, который проходил у нас в Чувашской республике. И с тех пор активно участвовал в мероприятиях не только событийных, но и вот в конце третьего курса, в начале четвёртого, влился в Всероссийское движение «Волонтёры-медики», которое только-только зародилось у нас в республике. И вот сейчас дорос, скажем так, до высшей должности здесь у нас в республике. Ну вот волонтёрский штаб существует, да? Скажи, пожалуйста, какие его основные цели и задачи этого штаба? Цели вообще ввиду этой пандемии коронавируса решили создать Всероссийскую акцию. Мы вместе совместно с Общероссийским народным фронтом и Ассоциацией волонтёрских центров по адресной помощи одиноким пожилым и маломобильным гражданам. Потому что все мы знаем, что летальность несколько в разы выше именно у лиц пожилого возраста. Лица пожилого возраста вынуждены из-за этого самоизолироваться, находиться на карантине у себя дома. И им не хватает банально продуктов первой помощи, продуктов для своих домашних животных, выноса мусора и также лекарств. Всё это мы обеспечиваем и помогаем. Скажи, пожалуйста, а кто состоит в вашем штабе? Сколько вас человек, вот если взять Чувашскую республику? Ну, сейчас на данный момент у нас около 70 заявок. Они постоянно обрабатываются федеральным штабом, нам присылаются, и мы уже непосредственно с ними работаем. То есть наши волонтёры проходят инструктаж, проходят обучение как онлайн, так и очное. Затем получают средства индивидуальной защиты в виде масок, антисептиков, салфеток, перчаток. Ещё раз проговариваются моменты, которые необходимы в работе, и уже они полностью готовы для работы в полевых условиях, так сказать. Из Новочебоксарска сколько народу в вашем штабе? Сейчас из Новочебоксарска около пяти. Но не нужно ориентироваться на эту цифру, потому что если вдруг эти пять человек не смогут, подключаются ребята, которые есть в Чебоксарах, в ближайших населённых пунктах. То есть мы не ограничиваемся субъектами, какими-то населёнными пунктами, тем более у нас есть люди с личными автомобилями, поэтому проблема решается гораздо быстрее. Ну и как стать, как вступить в ваши ряды, как тоже присоединиться к этому движению? Всё очень просто. Есть сайт мывместе2020.рф, там есть отдельный раздел «Стать волонтёром». Нажимайте на эту кнопку, проходите регистрацию. Как только мы получаем выгрузку, зарегистрируем, мы сразу с вами связываемся и вводим в курс дела. Ну вот давай вернёмся к тем, кому вы помогаете. Сколько человек нуждается на сегодняшний день в вашей помощи? Кто эти люди? Где больше? В Чебоксарах, Новочебоксарских, таких вот нуждающихся? Ну сейчас на самом деле, ну это горячая линия федеральная, то есть туда стекаются заявки по всей России. И там уже все заявки, которые поступают на нашу республику, мы обрабатываем. То есть какой механизм работы? Заявка поступает на горячую линию, потом мы видим её в личном кабинете, затем ещё раз повторно обзваниваем, что действительно ли нужна помощь, или уже она неактуальна. Если актуально, допустим, необходимо приобрести продукты первой необходимости. Мы начинаем, ну заполняем форму, спрашиваем, какие именно продукты, где они закупаются обычно, чтобы максимально принести те продукты, которые им нужны. Далее даём, всю информацию передаём волонтёрам выездной группы, так называемой, которые как раз-таки осуществляют закупку и передают продукты и лекарства пожилым. И тогда уже волонтёры закупают и, соответственно, всё это передают. По поводу количества заявок, конечно же, в Чебоксарах и Новочебоксарске, если в целом в разрезе по республике смотреть, их больше. Их даже большинство, я бы сказал, потому что, наверное, в сёлах там больше, наверное, делается акцент на взаимовыручку соседей. Поэтому заявок несравненно больше. Если в разрезе Новочебоксарский и Чебоксар, конечно же, Чебоксары заявок больше, но Новочебоксарск тоже активно подключается. Вот буквально вчера мне звонили с просьбой помочь, поэтому сегодня наши волонтёры туда пойдут, уже в полгорода Новочебоксарск. Ну, а я предлагаю нашим телезрителям посмотреть, как действительно это работает. Пожалуйста, видео вашему вниманию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Каждый волонтёр при обучении оговаривает сразу, что они получают средства индивидуальной защиты. В средства индивидуальной защиты отходит антисептик, маска и перчатки. То есть это сделано для того, чтобы обезопасить, во-первых, самого волонтёра от заражения, также обезопасить пожилого человека, который контактирует так или иначе с волонтёром. Когда мы передаём лекарства и продукты, мы стараемся минимизировать контакт с пожилым. То есть мы стараемся оставлять либо возле двери, либо передаём, стараясь не касаться, как бы, ну, выполнять какие-то рукопожатия. Тем более, заходить в помещение, тем более запрещено. Также получать какие-либо благодарности, материальные и нематериальные. Волонтёрный также запрещено. Здравствуйте! 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 Игорь, скажи, а есть ли те, кто злоупотребляет вашей помощью? На самом деле мы с этим не сталкивались, но у нас уточняют, через сколько можно ещё раз позвонить. Потому что продукты же могут заканчиваться. Мы говорим, что раз в неделю с одного адреса, чтобы поступала заявка, и просим пожилых максимально большое количество продуктов, чтобы им хватило этого на неделю, чтобы они себя ни в чём не стесняли. Дополнительные какие-то просьбы есть от тех, кто к вам обращается, может быть, не относящиеся вообще к первой необходимости, к первой помощи, так скажем? На самом деле нет. Мы с этим не сталкивались. Возможно, здесь всё фильтруется уже на уровне федеральной горячей линии, но как только мы обзваниваем, они уже в курсе, они знают, что мы занимаемся только продуктами, лекарствами и, возможно, выносом мусора после того, как передадим, и всё. То есть этими полномочиями мы ограничены. Ну а какой должен быть промежуток времени от звонка до реальной помощи нуждающемуся? Ну вообще мы стараемся максимально быстро отработать. На горячей линии им говорят, что им ответят в течение трёх дней, потому что ввиду загруженности, поэтому мы же не знаем, сколько заявок будет завтра, например. Но как только заявки появляются, мы сразу же обзваниваем. Для некоторых это, да, они немножко удивлены, что так быстро им позвонили, и говорят, что им давайте мы завтра вам привезём продукты. То есть мы работаем с каждой заявкой индивидуально, чтобы максимально было комфортно как пожилому, так и волонтёру, конечно же. Игорь, расскажи, пожалуйста, на какой основе оказывается эта помощь? Да, очень важный момент. Сразу хочется оговориться, что это не безвозмездно, то есть это не за наши деньги. Смотрите, как работает это всё. Волонтёр получает заявку выездной группы и идёт закупать продукты сначала на свои средства. Затем он отзванивается пожилому человеку и говорит, что ваши продукты были приобретены на сумму, допустим, 300 рублей. Пожилой человек говорит, да, у меня есть эти средства, будет всё без дачи, я вам отдам наличными средствами. Затем волонтёр в этот пакет с продуктами кладёт этот чек, чтобы пожилой человек мог удостовериться, что действительно эти продукты были приобретены на эту сумму. И затем во время передачи он может этот чек посмотреть, и наличные средства передаётся волонтёру. А сами волонтёры получают зарплату или какие-то бонусы им приходят? Нет, конечно, иначе это бы дискредитировало слово «волонтёр». Это всё безвозмездно, но мы сейчас думаем, как обеспечить их бесплатным транспортом, мобильной связью, потому что это достаточно большие деньги разъезжать даже по городу. Тем более сейчас общественный транспорт ходит несколько реже, и это становится несколько проблематично. Поэтому мы эти моменты продумываем, и надеюсь, мы сможем вот эти части средств компенсировать хотя бы. Самому штабу требуется какая-то помощь? Штабу, ну, в принципе, у нас всё обеспечиваем мы сами, то есть у нас есть ресурсы, и нам очень помогает общероссийский народный фронт. А так, конечно же, средства индивидуальной защиты, которые как бы уходят очень быстро. Поэтому мы ждём поставок, поэтому очень хотим, чтобы было их в достаточном количестве. Игорь, ну ещё раз расскажи, где находится ваш штаб, и как можно к вам обратиться? Наш штаб находится по адресу город Чебоксары, проспект Максима Горького, 5. Это остановка Института образования. Обратиться можно по горячей линии. Также есть в соцсетях контакты нашего штаба, мой номер телефона. Также в официальной группе волонтёры-медики есть все контакты, с кем можно связаться. Скажи, пожалуйста, вот тебе самому лично, что даёт вот это волонтёрство? Удовлетворение, наверное, самореализация. Это вот первые вещи, которые вспоминаются. Потому что волонтёрство открыло мне такие возможности. И до того, как я вступил в эти ряды, я думал, что мои возможности ограничены каким-то определённым кругом. А сейчас я понимаю, что этот круг намного шире. И именно благодаря волонтёрству ты понимаешь, насколько ты можешь попробовать себя в различных ролях, в различных ситуациях. И это самое важное, потому что помогает тебе определиться в жизни. Ты действительно начинаешь понимать, что тебе хочется делать и что тебе нравится делать. Поэтому я многим советую это попробовать. Потому что, к сожалению, в жизни не всегда получается попробовать различные роли, какой-то функционал, побывать в других местах. А именно волонтёрство, неважно какое, позволяет это сделать. И намного лучше понять себя, понять свои потребности и желания. Ну и расскажи, кто рядом с тобой, рука, об руку, плеча к плечу работает? С кем вы вместе? Ну, конечно же, это мои ребята из руководителей направлений, мои заместители, волонтёры-медики. Это Антонова Елена, Иванова Екатерина, Белова Мария, которая, кстати, из Новочебоксарска. Также хочется отметить большую поддержку ресурсного центра, на базе которого сформирован штаб в лице директора Алановой Юлии Валерьевны. И, ну, конечно же, без Общероссийского народного фронта мало бы что удалось, это Николай Косыев. Поэтому, на самом деле, большому количеству ребят хочется сказать благодарность, потому что это командная работа, сюда вовлечены большое количество людей, и есть ребята у нас, которые откликают практически на каждую вторую заявку. Им просто отдельная благодарность и низкий поклон. Ну что ж, Игорь, я тоже благодарю вас от лица всех тех, кому вы помогаете. Спасибо вам большое за ваше большое дело, вам и вашим друзьям, коллегам. Продолжайте в том же духе. Всего вам доброго. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. В студии была Александра Платонова. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин